Важное событие недели – масштабные кадровые перестановки в системе исполнительной власти. Владимир Путин сменил трех губернаторов, в том числе в стратегически важных субъектах Федерации – в Севастополе, где базируется Черноморский флот, и в Анклавной Калининградской области. Кроме того, президент объединил два федеральных округа и назначил новых полпредов. Сменился руководитель и в федеральной таможенной службе. Павел Пчелкин изучил всю информацию об отставках и назначениях. Эти масштабные кадровые перестановки пресса за массовость и скорость уже назвала залповыми. Однако эксперты уверены, что это только видимая часть айсберга. Изменения готовились довольно долго, основательно и свидетельствуют о том, что Кремль всерьез взялся за оптимизацию госуправления на местах. Крайне важно, чтобы те чиновники, которые работали в федеральных структурах и имеют положительный опыт, чтобы они работали и на уровне регионов. Это крайне важно, это ротация, потому что таким образом вырабатываются единые подходы к госуправлению, единые критерии, создается единая матрица, в рамках которой государственные задачи и решаются. Перемены коснулись самого западного российского региона. Здесь сменился руководитель. Исполнять обязанности губернатора Калининградской области президент поручил Евгению Зиничеву, который знаком с проблемами этого российского эксклава в Европе, пожалуй, лучше многих местных чиновников. До сих пор генерал-майор Зиничев возглавлял управление ФСБ по Калининградской области. Его 30-летний стаж работы в спецслужбах оказался востребован в борьбе с организованной преступностью в регионе. В частности, с так называемой янтарной мафией, нелегальными торговцами янтарем, а также потоками контрабанды через Калининградскую область и, конечно, с коррупцией. В условиях, когда противодействие коррупции становится важным политическим приоритетом, понятно, что проблемы, связанные с наличием политического контроля, антикоррупционной повесткой дня, с решением целого ряда других сложных проблем, особенно примитивных к Калининграду, проблем геополитических, они требуют определенного формата людей. И, как я понимаю, верховная власть решила, что именно люди с соответствующим прошлым, с соответствующими навыками и соответствующей стилистикой подходят под решение этих задач. В пятницу Евгений Зиничев принял дела от своего предшественника Николая Цуканова, назначенного полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Регион непростой, но для вас знакомый. Самая главная задача – постараться сохранить те темпы развития региона, которые были набраны. Конечно, акцент сделать на майских указах, подготовке региона к чемпионатам мира по футболу. Я, конечно же, благодарен президенту за такое высокое доверие. Калининградская область – это фактически визитная карточка нашей страны, поэтому от того, как она будет выглядеть, так будут наши соседи думать и о всей России. На следующий день исполняющий обязанности губернатора назначил главу регионального правительства Антона Алиханова, прежде бывшего зампредом. Зиничев дал понять, что, несмотря на заметные успехи, работать местным управленцам придется усерднее. Область, окруженная странами Евросоюза, должна стремиться не уступать соседям по развитию. Ведь ее потенциал поистине огромен. И до сих пор в полной мере до конца не реализован. Мы вместе должны его использовать как для решения инфраструктурных задач, так и для развития социальной сферы. Прежде всего, в целях роста благосостояния каждого калининградца. Призываю всех, независимо от партийной правительности, от политических взглядов, как говорят народы, засучить рукава и всем миром двигаться к нашей общей цели – просветанию калининградской земли, благополучии и ее жизни. Прежний руководитель Калининградской области Николай Цуканов неплохо зарекомендовал себя в регионе. По мнению президента, его опыт будет полезен всему северо-западному округу. Я очень рассчитываю, Николай Цуканович, что на новом месте работы вы используете все свои знания для того, чтобы все положительно использовать и в других регионах северо-запада, который, безусловно, является одним из ключевых в Российской Федерации. Это важно за доверие. Я постараюсь оправдать эту доверие. Николай Цуканов сменил на посту полпреда северо-западного округа Владимира Булавина, который оказался востребован таможенной службой. Он ее и возглавит. Как известно, наибольшие проблемы у таможни именно на северо-западном направлении, в том числе контрабандные потоки из стран ЕС, идущие через Калининградскую область и Белоруссию. Новый глава таможенной службы знает проблемы не понаслышке, а его предшественник Андрей Белеминов еще полгода назад подал прошение об отставке. Вы готовы к такой работе? Считаю, что для этого есть у вас все возможности и способности. Я рассчитываю на то, что в вашей работе прежде всего внимание будет уделено защите государственных интересов, имея в виду полномочия таможенной системы по контролю за перемещением грузов через границу Российской Федерации по взысканию соответствующих таможенных платежей, соответственно, наполнению бюджета. Постараюсь в кратчайшие сроки разобраться в этой сложной системе и оправдать ваше доверие. Еще один силовик теперь возглавит Ярославскую область. Губернаторское кресло, ушедшего в отставку Сергея Ястребова, до выборов займет Дмитрий Миронов, прежде работавший заместителем главы МВД России. Он принял дела и сразу перешел к постановке задач перед областными чиновниками. Целью основной нашей совместной работы должно стать не только повышение показателей социально-экономического развития области, но и достижение конкретных результатов по улучшению качества жизни наших людей. Ведь именно люди – это наш уникальный и самый главный капитал. В рейтинге качества управления регионами Ярославская область занимает одно из последних мест России наряду с областью Тверской, где глава администрации сменился весной. И вот новая замена. Как известно, Ярославская область – крупнейший транспортный узел страны. И, похоже, в этом контексте новое назначение вполне объяснимо. Налицо достаточно рельефная антикоррупционная составляющая. Но, кроме того, там новый руководитель обладает также и важными гражданскими компетенциями. Известно, что в МВД он работал по кругу вопросов, связанных с транспортом, инфраструктурой, взаимодействием с регионами. Теперь о Крыме. Там интеграционные процессы, похоже, достигли этапа, когда потребовались соответствующие административные решения. Полуостров перестал быть отдельным округом и влился в Южный федеральный округ со всеми вытекающими изменениями. Крым все больше привязывается к Краснодарскому краю, который становится транспортными воротами для Крыма, который становится базой его инженерной инфраструктуры. После проведения энергомоста это еще и энергетический центр. И многие вопросы для Крыма решаются уже сейчас не в Москве, а в Ростове и Краснодаре. Полпредом Южного федерального округа, который за счет своего расширения существенно увеличил свое стратегическое значение, остается тоже выходец из силовых ведомств. Бывший генпрокурор и министр юстиции Владимир Устинов. Полпред президента в Крыму Олег Белавенцев получил назначение на Кавказ, тоже в качестве полпреда Белавенцев больше 10 лет возглавлял агентство МИРКОМ МЧС России, специализируясь на международных гуманитарных операциях. Предшественник Белавина на Кавказе, теперь уже бывший полпред Сергей Меликов, назначен первым заместителем главкома Национальной гвардии. Меликов кадровый военный в течение пяти лет командовал объединенной группировкой войск МВД России на Кавказе и занимал должность замначальника штаба внутренних войск, которые сегодня стали костяком нацгвардии. Фактически Меликов вернулся в родную среду с повышением. Вице-адмирал и губернатор Севастополя Сергей Миняйло назначен полпредом президента в Сибирский федеральный округ. Учитывая то, что он бывший командующий Черноморским флотом, налицо тенденция. Вот как эксперты объясняют обилие выходцев из силовых структур среди назначенцев. Мы живем в условиях довольно напряженной внешней повестки, которая требует дополнительной мобилизации внутри, в том числе и мобилизации элит, в том числе и дисциплинирования региональных элит. И в этом смысле силовики или выходцы из силовых структур представляются наиболее подходящими для решения подобных задач. Что касается освободившегося места губернатора Севастополя, то здесь потребовалось противоположное решение. Жесткого силовика Миняйло сменил опытный управленец. Временным исполняющим обязанности губернатора назначен Дмитрий Овсянников, прежде замминистра промышленности и торговли России, курировавший Крым. Все приоритетные направления развития города, они безусловно будут связаны со статусом города федерального значения, исторической ролью города в обеспечении безопасности и обороноспособности страны. Эта специфика всегда будет ключевой. Другие отрасли также получат свое ключевое внимание. Эксперты называют это назначение знаковым. Его специализация полностью отвечает нынешним потребностям города. Овсянников является специалистом по региону, так как вел региональные программы Министерства промышленности и торговли, и очень хорошим профессионалом в области развития инфраструктурных проектов. А это именно то, что нужно сейчас Севастополю. Кроме того, президент отстранил от должности губернатора Кировской области Никиту Белы с формулировкой «в связи с утратой доверия президента». Чиновник находится под арестом по скандальному делу о крупной взятке. Обилием коррупционных дел в регионе, похоже, объясняется и выбор временного исполняющего обязанности губернатора. Игорь Васильев имеет хороший опыт работы в счетной палате, а до этой недели возглавлял Росреестр. Я считаю, что в области есть все возможности для устойчивого и успешного развития и движения вперед. Это экономическая, социальная база, образовательная база, наличие почти 24 высших учебных заведений. И, собственно говоря, это говорит о том, что в области живут грамотные, талантливые, инициативные, позитивные люди, которые достойны хорошей жизни и грамотные профессионалы. Также президент освободил Михаила Зурабова от обязанностей посла России на Украине. И временным поверенным в делах соседнего государства стал Сергей Торопов. Отставка Зурабова, который был известен хорошими личными контактами в киевской верхушке, своеобразный сигнал руководства Украины. Демонстративное невыполнение минских соглашений, отказ возвращать суверенный кредит в 3 миллиарда долларов и многие другие недружественные шаги соседа, похоже, вынудили Москву пересмотреть внешнеполитическую тональность в отношении Киева. Павел Пселкин, Антон Чуковский, Марина Соболева, Павел Петров, Первый канал.